Эта история началась 10 лет назад, когда в границах улицы Ашарской и Ванеева начали возводить многоквартирный жилой дом. Спустя 10 лет от дома есть только каркас, дольщики, вложившиеся в строительство, до сих пор не могут обрести свой угол. Чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме, четверо из них объявили голодовку. На протяжении длительного времени тема голодовки витала в воздухе. Мы письменно уведомили областную администрацию, мы письменно уведомили городскую администрацию, но реакции никакой. Участие в голодовке хотели принять больше дольщиков, но многих удалось отговорить, здоровье уже не то, подорвано годами тяжб. За 10 лет дом сменил двух застройщиков. Директор компании «Инвестжилстрой» Олег Войтенко скрылся в неизвестном направлении. Говорят, в верхах у него есть покровители. Ольга Владимировна была в числе тех, кто вложил деньги в строительство дома в этом районе. Сейчас она выдержит наснимать квартиру, хотя за это время могла бы уже давно благоустроить собственную. Мы добиваемся возобновления строительства нашего объекта. В течение уже 5 лет, я могу сказать, посвятила 5 лет своей жизни тому, чтобы этот дом начал строиться и был построен. Жители злополученного дома по многу раз объявали пороги чиновничьих кабинетов различного уровня. Везде говорили – ждите. Чиновники пришли к ним в этот раз сами, но ясности в сложившуюся проблему не внесли. Моя цель появления здесь – посмотреть, как проходит это мероприятие. Я не уполномочен с вами. Мероприятие проходит хорошо. Вот вы передайте, пожалуйста, шансово. Никому не передавайте. Шансово передайте, что здесь творится. Чиновник из Министерства внутренней политики в скором времени стройплощадку покинул. Люди вновь остались один на один со своими проблемами. Я обращаюсь всем чиновникам, которые имеют возможность изменить ситуацию в строительстве нашего дома. Ребята, не доводите до ахового состояния. Внутри дом выглядит еще более печально, чем снаружи. Находиться в нем небезопасно. Здание разрушается буквально на глазах. За 10 лет его облюбовали любители экстрима и вот граффити. Хотя, казалось бы, здесь уже давно должно быть благоустроенное жилье. В ситуации, когда низы не могут, а верхи не хотят, обманутым дольщикам приходится уповать на помощь высших сил. Ярослав Гунин, Сергей Коваль, Горький ТВ.